На сотню управляющих компаний подал заявление в прокуратуру Красноярск Энергосбыт. Это организации, которые собирали с людей деньги за свет, но вовремя не заключали договоры с ресурсниками. Таких домов без учетников в крае набралось почти полторы тысячи, а это каждая десятая многоэтажка. Среди крупнейших неплательщиков муниципальное предприятие в Северо-Инесельском районе и МУК Красноярская. Если договора нет, то потребление электроэнергии незаконно и расценивается как хищение, уверены ресурсники. По их словам, пытались договориться по-доброму, но большинство компаний никак на это не отреагировали. И раз договоров нет, управляющую компанию или ТСЖ могут лишить лицензии на управление домами. Но достанется от этого и самим жильцам. Безусловно, что рано или поздно мы привлечем их к этой ответственности, к заключению договора и к начислению денежных средств. Ну а для жителей, как я уже раньше говорил, это просто дополнительная денежная нагрузка, когда за два-три года затраты упадут на них одновременно. Но тут же ресурсники успокаивают. Так будет только в том случае, если управляющая компания потратила деньги жильцов, а не отложила. И отсрочку они тоже готовы дать всем. Однако не все компании готовы принять на себя вину. В ответ на запрос новостей Прима они раскритиковали заявления ресурсников. Во-первых, предприятие якобы перечисляет все деньги, хотя полторы сотни домов все еще без договора. Во-вторых, они утверждают, что Красноярский энергосбыт отказался заключить отдельный договор на содержание общего имущества. Наконец, писем с предупреждениями им тоже никто якобы не присылал.